Да, это новый Lexus RX, и вы, конечно, сразу его узнали. Во-первых, модель уже четверть века на рынке. Во-вторых, кроссовер уже разошелся по миру тиражом 3,5 миллиона экземпляров. Ну а в-третьих, впервые увидев машину нового пятого поколения, недолго решить, что RX не слишком-то изменился. На самом деле, общие очертания делают новинку узнаваемой, а вот детали призваны удивлять. Одна из таких деталей — безрамочная фальшрадиаторная решетка, которая буквально перетекает на окружающие кузовные панели, для чего на последних сделаны выштамповки, имитирующие форму сот. Тем, кто постарше, будет трудно отделаться от параллелей с фильмом «Терминатор 2». А в целом, пятый RX создавался в рамках актуальных в последние годы трендов. При создании кузова использовано еще больше высокопрочных сталей, но при этом капот и двери алюминиевые. В результате новый RX почти на центнер легче прежнего. При том, что здесь теперь многорычажная задняя подвеска, а не Макферсон, как раньше. Ведь автомобиль теперь построен на платформе GAK, созданной в рамках единой глобальной архитектуры Тойоты. В части двигателей выдержан вектор на снижение числа цилиндров. Шестерок в гамме больше нет. Более того, на момент запуска машину предлагают в четырех модификациях, три из которых гибридные. А старомодным бензиновым остался только базовый RX 350. Самая быстрая версия именуется RX 500H, и она по умолчанию полноприводная, благодаря электродвигателю на задней оси. Есть в линейке и подзаряжаемый гибрид, способный проехать 65 километров в режиме электрокара, и не слишком быстрый, но более доступный и экономичный RX 350H. В интерьере реализована концепция Tazuna, то бишь уздечка, суть которой сводится к максимально понятному и сосредоточенному вокруг водителя управлению. К нему развернут и 14-дюймовый опциональный дисплей мультимедиа. Отныне он сделан сенсорным, а вот тачпад с центрального туннеля убрали. Еще один экран встроили в салонное зеркало. Теперь на него можно вывести картинку с камеры. Будет новый RX доступен у нас? В этом сегодня главная интрига. Есть шансы, что благодаря легализации параллельного импорта правильный ответ будет положительным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова